Комментарии министерства переводим на достаточно большое количество иностранных языков, и вы можете убедиться на сайте министерства, объемная информация о подходах России к тем или иным международным проблемам. Поэтому здесь просто нужно внимательно следить за официальными ресурсами, за брифингами, за выступлением министра, и использовать эти тезисы для того, чтобы помогать нам доносить правду до широкой международной аудитории. Здесь, конечно, какое-то содействие со стороны небольших патриотических СМИ и нашего гражданского общества, конечно, мы бы приветствовали. Спасибо. Еще один вопрос. Вот это уже, наверное, может быть не по адресу, но касается то же самое, но касается внутри России. Можем ли мы тоже как-то влиять на информационное поле России в том контексте, что у нас также несопоставимые силы? Ведь вот как вы сказали, все технологии принадлежат по большей части Соединенным Штатам Америки, и они умело их используют. И вот есть такой термин «информационная война», и часто звучит фраза, что мы проигрываем в информационной войне. А есть ли у нас какой-то план победы и вообще образ победы? Как мы его видим? Ну, я могу ответить вот за ту часть работы, которой мы занимаемся. Я вот говорил об этом, что те площадки, которые опекаются и созданы Россией по тематике международной информационной безопасности, да, там происходят достаточно жесткие обсуждения, споры. И сказывается, конечно, вот та оголтелая политика, пропаганда со стороны западных стран на такой работе. Однако на этих площадках мы принимаем решения, и они показывают отдачу даже в текущей непростой ситуации. Повторюсь, это специальный комитет по разработке конвенции об реле с информационной преступностью. Несмотря на вот всю вот эту ожесточенность к нашим инициативам, к нашим предложениям, спецкомитет произвел нулевой проект будущего договора. Скажем так, прообраз его. И вторая площадка, это рабочая группа открытого состава по вопросам безопасности в сфере ИКТ, одобрила, консенсусно одобрила, то есть все страны мира одобрили нашу инициативу по созданию реестра контактных пунктов. Поэтому, ну вы говорите про информационную войну, да, я понимаю, что вы имеете в виду. Мы, однако, стремимся к тому, чтобы, это задача дипломатии, чтобы вопреки и несмотря добиваться результатов. Пока на этих участках, которые были запущены Россией, работа идет, решение производится. А вот образ победы, каким мы его видим, к чему мы должны стремиться? Да, спасибо за ваш вопрос. Но, повторюсь, здесь, понимаете, коллеги, которые сегодня здесь пришли ответить на ваши вопросы, они, повторюсь, они занимаются достаточно узкой, но исключительно важной темой. Это тема международной информационной безопасности. Это наши ведущие эксперты. И вопрос, связанный с образом победы, он выходит за все-таки рамки реферата, так скажем, темой, которой они занимаются. Это достаточно такой широко сформулированный и важный при этом вопрос. Но я думаю, что вы можете найти ответы на заданный вопрос в выступлениях президента России, в выступлениях министра иностранных дел. Да, вот, и помимо этого, просто хочется вас заверить, что мы все работаем над этой победой ежедневно. Все сотрудники министерства достаточно плотно этим занимаются. Ну, вновь Астур Шанш дополнит. Да, я могу сказать, что по нашей теме образ победы, ну, я опять же повторяюсь, это, конечно, реализация наших инициатив, их поддержка на международной арене. В каком-то смысле мы победу празднуем каждый год. Потому что проекты решений, которые вырабатываются в России, Министерством иностранных дел, компетентными ведомствами, это очень тяжелая работа в течение нескольких месяцев. Так вот эти проекты, они находят поддержку, либо консенсусную, либо большинства государств-членов ООН. Для нас эта победа, потому что показывают лидирующие позиции нашей страны в этой сфере, новаторство и эффективность нашего законодательства и наших правоприменительных практик. Спасибо большое. Спасибо вам. Подскажите, вот газета «Аргументы недели Узбекистан» с нами ли сегодня на брифинге? Аргументы недели Узбекистан. Хорошо, тогда у нас еще есть вопрос от информационного агентства «Анадалу». Информационное агентство «Анадалу». Хорошо, тогда есть ли вопросы у других наших коллег, вот помимо тех, кто заранее записался. Вот я вижу, это, если не ошибаюсь, представитель журнала «Внешнеэкономические связи», да? Да. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Уважаемый Артур Рушанович, Максим Федоренко, «Внешнеэкономические связи», главный ведерка. А не боитесь ли вы, что конвенция может потерять актуальность в связи с быстрым развитием информационно-команационных технологий? В чем дело? Ряд, как вы сказали, ряд технологий несут наднациональный и транснациональный характер и не могут управляться государствами. И в этой связи второй вопрос, вторая часть вопроса, вот в продолжении темы господина Чернухина о частном государственном партнерстве. Как вы относитесь к инициативе руководителя Глобального цифрового союза Ярослава Богданова о создании, чтобы Россия инициировала создание цифрового ООН, которое и могло бы в рамках технологий блокчейна через крупные корпорации влиять на создание такой нормативно-правовой базы? Спасибо большое. Да, спасибо. Я убежден, что конвенция очень востребована, актуальный документ для уголовного правосудия. От преступности в сфере КТ страдают все, скажем так, преступники, они не строят между различиями, кто там, их целью является гражданин России, гражданин Китая, гражданин государства Европейского союза и так далее. Они, скажем так, для них важна нажива. Так вот, в этом смысле, опять же, то, что мы получили в прообразе будущего документа, это уже отражает то, что все государства мира разделяют нацеленности документа на обеспечение эффективного правоохранительного сотрудничества. Другое дело, о чем я говорил, насколько оно будет широким, это сотрудничество, будем ли мы работать только с противодействием использования КТ для хищения финансовых средств, ну, скажем так, из наших цифровых кошельков, или все-таки подойдем чуть более широко, или более широко к этой теме. То есть, как бы, вот, ответ на первый вопрос, потеряет ли актуальность, нам кажется, вот, та работа, которая уже есть, она показывает, что эта работа востребована, и востребована всеми государственными членами ООН. По поводу государственного частного партнерства, ну, я прошу, может, уже потом, Ирна Славовича прокомментировать, такие вот, я детально не знакомился, вот, с инициативой Богданова, слышал от нее тоже в СМИ, ну, я могу сказать только одно, попытки насытить работу организации объединенных наций, насытить через участие негосударственных субъектов, компаний, неправительственных организаций, общественных деятелей, научных руководителей, они предпринимаются, и они, в целом, ну, наверное, все-таки там оправданы. Другое дело, что когда вот такие попытки, они нацелены на то, чтобы подменить вот этими негосударственными субъектами государство. ООН — это межгосударственный механизм, межправительственный, в котором именно за государствами, суверенными государствами, право на принятие решений. Мы, к сожалению, еще чаще видим, и особенно вот в нашей работе, в работе по безопасности в сфере ИКТ, стремление, ну, в первую очередь, стремление развитых стран протолкнуть интересы западных монополий, которые, конечно, нацелены на завоевание рынков, на сбыть свои продукции, вот, протолкнуть их участие, и вот, учитывать их интересы в первую очередь. Ну, прямо скажу, что мы эти попытки жестко пресекаем, по меньшей мере, вот, в рамках тех площадок, о которых я упомянул, и настаиваем на том, что только государство и их компетентные ведомства способны обеспечить безопасность своих граждан в информационном пространстве. Эрнат Владимирович, есть что добавить? Да, спасибо большое, Артур Александрович. Вопрос, он в целом очень интересный, безусловно. Ну, вот, первая часть в части развития технологий и актуальность потери этого будущего универсального договора. Ну, вот, последняя статистика самая живая. Вы знаете, вот, независимые эксперты международные говорят, что ежегодный ущерб от деятельности преступников в информационном пространстве только стран Евросоюза, вот на сегодня, составляет более 5,5 триллиона евро. 5,5 триллионов евро. Это ежегодный ущерб. Каждый год этот ущерб растет. Мы знаем, что в ближайшие буквально годы количество приборов электронных, различных, начиная от камер на дорогах и заканчивая научно-образовательной системой, которые будут к интернету подсоединены, будут превышать примерно 40 миллиардов. 40 миллиардов электронных устройств, которые подключены к интернету. А как это все будет регулироваться? Второй вопрос, это уже к вам. А кто производитель этих приборов? А какие там стоят программные обеспечения? А какие там могут быть закладки? А кто будет отвечать за них, если что-то произойдет глобальное? И вот к вопросу об актуальности. Конечно, мы приветствуем подключение бизнеса, в том числе и больших компаний, к работе и крупных мероприятий. Это сейчас общепринятая практика. И ранее были такие подобные примеры. Была вот Женевская цифровая конвенция, попытки Майкрософта создать нечто вроде пула договоренностей большого бизнеса на основе мер доверия, конфиденциальных каких-то правил, которые должны были быть выработаны между бизнесом, чтобы бизнес нормально мог осуществлять что? Свою практическую деятельность направлен на извлечение прибыли. Преимущество бизнеса какого? Мы уже знаем, это прежде всего западные компании, поэтому давайте без лукавства, наверное, можно сказать, что западные компании очень хотят защищать свою собственную суверенитет и свою собственную прибыль, понимая, что страны все начинают уже немножечко раздражаться от вот этой вот беззаконной рабовладельческой деятельности в информационной среде. Из этого, наверное, нужно исходить, что прежде всего, и самое главное, это только механизмы организации объединенных наций. Именно в рамках этих механизмов можно будет все эти модели потом опробовать через юридически обязательные какие-то вещи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам за ваш вопрос. Как у нас АИФ Узбекистан так не подключился? Есть ли еще тогда у коллег представителей СМИ интерес к тому, чтобы задать вопросы? Мы готовы. Может быть, все-таки иностранные СМИ у нас... Добрый день, позвольте. Да, пожалуйста, пожалуйста. Аравь неуставтовская Аравия. Я, прощу прощения, я некоторое время отключился, потому что у меня был прямой идей. Я не знаю, затронули ли вы такую тему. Конечно, не вдаваясь в подробностях обострения ситуации на Ближнем Востоке, сейчас тоже как бы очень активно всякие интернет-ресурсы участвуют в этом конфликте. В частности, были разговоры, что некоторые палестинские платформы из-за того, что они подвергаются атакам на Западе, еще где-то, то они перебазировались в России. Я не хочу, чтобы вы прокомментировали именно этот аспект. Как в России занимаются такими вопросами информационной безопасности именно в связи с такими застарелыми конфликтами, как в Ближнем Восточном? Да, спасибо за вопрос. Мы, да, покрыли частично эту тему. Я могу отметить, главное, что в России мы в вопросах безопасности, в вопросах информационной безопасности опираемся и действуем строго в соответствии с нашим законодательством в сфере информационной безопасности. Ту тему, которую вы упомянули, касается вопросов экстремизма, распространения экстремистских идей. И, да, если та или иная платформа замечена в такой деятельности, то по запросу общества или компетентных ведомств такая платформа может быть заплакирована. То есть, ну для этого, конечно, требуется экспертная оценка, например, того, насколько распространение той или иной информации, оно подрывает безопасность, стабильность в обществе. Я также видел то, что вы упомянули в сообщении средств массовой информации о том, что некоторые палестинские площадки переходят, скажем так, на сервера, которые имеют отношение к России. Но, опять же, вопросы контента, да, то есть мы здесь проводим разницу, мы занимаемся вопросами безопасности. Для нас в вопросах безопасности главным является международное сотрудничество между государствами. Если то или иное государство считает, что информация, которая распространяется с территории России, или, не дай бог, зловредные программы, которые могут распространяться через территорию России, такая деятельность должна быть прекращена, приостановлена, то в этих случаях включаются механизмы оказания взаимной правовой помощи, действующие договоренности с такими странами, например, пресечение такой деятельности, возможно, удовлетворение соответствующего запроса. Ну вот, возвращаясь в тему Ближнего Востока, да, и вот Палестино-Израильского конфликта, конечно, мы видим, что информационное пространство переполнено жесткими оценками, я не буду говорить, там, нам понятно или непонятно, конечно, это трагедия, то, что там происходит, и это вызывает самые такие глубокие чувства сопереживания страданиям людей, которые оказались в зоне конфликта. Мы считаем, что, конечно, государство региона, в первую очередь Ближнего Востока, могли бы сделать шаг навстречу друг другу именно с целью предотвращения, пресечения распространения лживой информации. Лживая информация используется именно для того, чтобы радикализировать настроение в обществе, настроить общество, его членов друг против друга. А в случае с Ближним Востоком, где мы знаем, что, конечно, волей и судей по истории, это многострадальная земля, которая уже более 75 лет, я так пытаюсь вспомнить свои студенческие годы, когда изучал историю Ближнего Востока, где имеется вот этот один из застарелых конфликтов в мире. Конечно, распространение такой информации, оно вредит усилиям не только в плане информационной безопасности, но и вообще усилиям по сохранению мира. Мы считаем, и вот те усилия, которые мы предпринимаем в контактах с государствами и на площадке ООН, они как раз и нацелены на то, чтобы обеспечить прямую связь между компетентными ведомствами и государств для противодействия распространению экстремистской информации. Спасибо за вопрос. Уважаемые коллеги, спасибо за ваши вопросы. Есть ли еще интерес у представителей СМИ? Мы готовы ответить на ваши вопросы. Ну, если тогда вопросов нет, разрешите предоставить слово еще раз Артуру Рушановичу Люкманову для заключительного слова. Своей стороны благодарим за ваш интерес. Да, спасибо большое за проявленный интерес, внимание, за вопросы. Хотел бы обратиться к вам с просьбой, обращайтесь, пожалуйста, к нам. Мы, как сказал Сергей Николаевич, распространим среди вас документы о той работе, которую мы ведем в сфере обеспечения международной информационной безопасности. Там много специфики, много технических деталей. Я вот, следуя наставлению руководства Министерства иностранных дел, товарищей из ведомств, попытался предельно, надеюсь, понятно объяснить, чем мы занимаемся. В нашей работе очень много технических аспектов. Я старался, надеюсь, мне удалось не перегружать вас этими вещами. Вместе с тем, если у вас по этим темам будут какие-либо соображения или вопросы, то, разумеется, к вашим услугам. Обращайтесь с помощью наших товарищей в департаменте информации и печати. Наш департамент, я лично к вашим услугам. Большое спасибо за внимание. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо большое, до свидания. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо. Спасибо вам. Мы закончили министерское заседание группы 3+,3, которое было сформировано по инициативе Азербайджана и Турции и предполагает взаимодействие между тремя южнокавказскими странами, Азербайджаном, Арменией и Грузией, и тремя их большими соседями – Россией, Турцией и Ираном. Первая встреча в таком формате, но на уровне наших заместителей, состоялась в декабре 2021 года в Москве. На ней российская сторона, как организатор этого мероприятия, представила свой документ, в котором излагалось наше видение, перспектив практических проектов сотрудничества в этом формате. Это экономика, энергетика, торговля, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, это и природные ресурсы, и, конечно, гуманитарное сферообразование, культура, туризм. И по всем этим направлениям сегодня выявилось согласие. Стороны договорились о том, что каждый из участников, каждый из стран-участниц назначит специального представителя, который сформулирует национальные идеи в рамках каждого из упомянутых мной направлений. А затем все это будет скоординировано нашими турецкими коллегами, которые будут принимать у себя вторую министерскую встречу, которую наметили примерно на первые полугодия следующего года. Так что конкретные оценки и конкретные договоренности будут оглашены министром и национального дел Исламской Республики Иран сегодня. Мы также много внимания уделили геополитической ситуации в регионе, выразили удовлетворение процессами нормализации отношений между Азербайджаном и Ираном, между Арменией и Турцией. Кстати, по всем этим вопросам Россия активно поддерживает процессы нормализации. Будем продолжать это делать. Мы, безусловно, не могли не говорить о Палестине. У нас очень близкие позиции. Россия не приемлет любые проявления терроризма, любые проявления насилия, нарушения международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы. Ну и, конечно же, мы исходим из того, что необходимо не допускать взятия людей в заложники, не допускать блокады населенных пунктов с гражданским населением. Все это хорошо известно. Мы поделились нашими оценками того, как эта тема рассматривается в Совете Безопасности ООН, получили поддержку наших партнеров по формату 3 плюс 3. Ну и в заключении, все это тоже будет отражено в итоговом заявлении, которое представит Исламская Республика Иран. Все согласились с тем, что дверь для Грузии остается открытой в нашем формате 3 плюс 3. Мы понимаем причину, по которой грузинское руководство пока воздерживается от присоединения к этой шестерке. И ценим, что грузинское руководство исходит из возможности сделать это в будущем, как мы понимаем. При всех обстоятельствах нынешняя власть в Тбилиси, как они уже не раз доказывали, исходит прежде всего во всех своих действиях из коренных национальных интересов. И это дает основания полагать, что полноценный формат 3 плюс 3 может заработать в недалеком будущем. Вопросы, пожалуйста. Анастасия Дмитриевич, формат 3 плюс 3 это инициатива Баку и Анкары. Что вы можете сказать в отношении Геревана к этому формату? Возпринимает ли Баку и Гереван его как полноценную площадку для урегулирования в сфере администрационного конфликта? И как Москва относится к этой площадке и в этом связи? Гереван относится к этому формату позитивно, поскольку Гереван в этом формате участвует. Что касается отношения этого формата к тому, что происходит между Арменией и Азербайджаном, ну конфликт по большому счету урегулирован. Обе стороны согласились с тем, что Карабах принадлежит Азербайджану, а это была главная нерешенная проблема. Сейчас остаются, конечно же, практические шаги по полной нормализации отношений, прежде всего по подготовке мирного договора, делимитации границ и налаживание транспортных и экономических связей без каких-либо препятствий, как об этом во всем было договорено на встречах президентов России, Азербайджана и Армении. Нет напрямую эти отношения.